всех приветствую друзья на своем канале опять с вами Мишаня и сегодня речь у нас пойдет о ваблерах о моих коробках с ваблерами о тех ваблерах которыми я рыбачил на протяжении 2017 года но не весь год так как некоторые большинство из них пришло в октябре 2017 года так что разловить многие из которых мне еще не удалось но тем не менее сейчас начну я самых больших которые есть у меня в коробке вот это самая большая у меня коробка не знаю какие размеры сейчас мы даже прямо и замерим мою большую коробку с ваблерами так у нас получается где-то приблизительно там 27 сантиметров 28 нет нет 27 но и вот так приблизительно где-то на 17 на 18 ну размер ячейки которые ваблера получается 16 сантиметров вот это 160 и ваблера сюда должны ложиться на ура и начну я самых больших так как поговорил начнем мы самых больших вот ваблер копия знаменитой рудры в сто тридцатом размере и 2 сам 21 грамм цвет мат тайга очень уловистая здесь даже видно следы от крючков работал я им немножко бы сказать упирался в него но честно скажу пока не разловлен китай биркинг копия от биркин также здесь как знаменитой рудры тоже надпись есть такая вот не знаю что там переводи переводится она без понятия но играет тоже красиво есть у меня в четырех цветах и также я их заказал пришли они где-то в октябре месяце так что особо я не упирался вот такой цвет мне тоже нравится вот такой блеск знаю как его там назвать вот рудра джек байт про продакшн биркинг это все от биркингом тоже очень интересный видно также следы от крючков где я уже рыбачил ну пока тоже не разловлен глаза 3d такие как у щучки напоминает но очень интересная ваблера погремушечки очень звонкие подымают рыбу глубины ну пока не разловлен видно следы царапины есть можно сказать что этот щучьих зубов но признаюсь честно пока не разловлен вот второй вот третий цвет сейчас достану вот этот мед как я говорю цвет медовый цвет очень мне нравится здесь даже и то что цвет ай крючки острые не то что цвет я не знаю друзья будет вам видно не будет здесь даже вот такие соты идут медовые пчелиные как бы сказать там внутри сверху она такая шершавая как будто ну шершавая такая ребристая поверхность воблера а изнутри как будто 3d рисунок такой просматривается вот соты пчелиные не знаю будет на камеру видно не будут но скажу сразу это мой любимый цвет воблера вот такой медовый видно здесь три шара внутри если вот так не знаю как было видно три шара внутри это для системы чтобы сказать дальнего заброса но из естественно одновременно служит и погремушкой вот очень хорошо и при забросе из теста ее крючки острые друзья не менял как приходят биркин очень хорошая фирма с рекомендовала себе уже на китайском рынке не только это не реклама сразу скажу пока меня бесплатных воблеров пока мне не приходили при дальнем забросе перекатываются шары при забросе вот и дальше уже три игре они уходят вперед вот тоже интересный честно скажу мой любимый цвет это мед не знаю почему в этом году сложилось такое мнение это попозже расскажу и вот еще одна рассветочка которая мне понравилась я надеюсь она очень многим понравится это такая блестящая я не знаю как назвать кровь шо ли кровь блеск крови такой ну даже темная спелая вишня ну фиг его знает как его правильно еще можно подобрать такой и блеск вот такая голограмма как будто но это даже внутри как будто сделано и вот здесь желтый такой подмет тоже что-то такой цвет сделано живота низ а крючки острые ну и вот такие друзья биркинг рудра видно дирбейт про продукцию big биркин от биркин вот такие меня четыре ордера от биркин в четырех рассветах это копии рудры 130 весом 21 грамм друзья сразу признаюсь не разловлены честно буду откровенно хотя бы можно было наврать но а зачем честно скажу что не разловлены и пока если честно тогда же и сильно не ударялся потому что рыбачишь получается нет 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 поклевок ставишь те которые уже проверены на которые есть поклевки даже и на те бывает не бывает бывает такое что нету поклевок ну вот так как-то получается или может еще не подобрал проводки следующий у нас в обряд друзья это дурый лист дирбейт вот в такой прозрачной расцветки с лимонной такой спинкой здесь тоже система дальнего заброса есть только уже два шара так вес воблера составляет где-то 8 на не где-то точно 18 грамм и длина 120 миллиметров то есть 20 сантиметров вот так к в таком размере шары дальнего система дальнего заброса есть здесь присутствует шары 2 на систему и вот таких два не знаю будет видно не будет видно вот катаются два шарика там даже их слышно но может к погремушкой и спереди какая-то пластина но это какой-то центр тяжести наверно положение которое должен занимать воблер тоже от беркинг копии глаза такие как японцы под китайцев если друзья вы увидели что у меня здесь нет заводного кольца на носу да есть у меня воблера в которых я их снимаю и с чем это связано во время заброса очень много бывает перехлёстов переднего крючка за поводок у меня струна там двойка еще какие-то остальные поводки очень много встречается и уже проводка как сказать уже испорчена выматываешь достаешь снимаешь крючка распутываешь одним словом и дальше забрасываешь и опять перехлёст и так бывает очень много так вот чтобы этого не случалось у вас этих перехлёстов снимите сразу заводное кольцо вот с носа воблера у меня даже много в тениках такое случалось тени мегалона постоянные перехлёсты снял все забыл при при вот это зацеп перехлёст переднего тройника но дальше может попозже расскажу об этом кстати я уже и рассказал вот таком цвете ту реалист джеркбейт и вот в этом в этом кислотном цвете лимоном как я говорю прозрак и лимонный пока друзья не разловлен также потому что пришел в октябре 2017 года не успел если честно ударяться ну и вот в таком мотайгр цвете тоже видно что уже следы уже я пробовал рыбачил им тоже тот же фирмы но пока видно тройничка заводного кольца я не снял значит не так вдарялся я его у него и не очень много долго рыбачил но этот разловлен разловлен и честно скажу окунем щука пока не базарилась на него ну а окунь сел и это мне понравилось не знаю мне понравилось и окуню понравилось потому что окуня поймал щучки пока не было вот таких два воблерка копии дуо известной японской фирме ду реалист черкбейт в 120 размере и весом 18 грамм едем дальше друзья видео я это не знаю как я хотел давно уже снять это видео но еще у меня другом евгений привет передаю мешанька попросил снять вот такое видео своих воблеров которые у меня есть дома ну вот решил начать самой большой коробки пока какая у меня в дома есть но есть средняя маленькие ну по постепенно как-то мы дойдем сделаю обзорчик я всех своих воблеров да и всех не сделаешь потому что и в дороге еще из китая идут и посылки что-то последнее время очень долго идут но тем не менее вот друзья копия дуо реалист джеркбейт только уже идет в сотом размере цвет мат тайгер сотый соточка размер и вес 14 грамм 14 с половиной но китайцы там плюс минус 14 грамм так же как и у оригинала вот такой цветик но это дуо корочные варианты вот 120 этого дуо и не знаю какая дата здесь практически они одинаковые только если вот так посмотреть только это длиннее а этот короче получается здесь 120 здесь соточка размер а по цвету они такие же идентичны здесь есть надпись здесь нету надпись но это та же самая копия биркинг что хочу сказать здесь у меня тоже в этом два цвете вот сразу скажу мой любимый цвет мед ох и здесь еще такой прозрачный он я не знаю чем это связано и чем а я скажу чем потому что у меня в этом году на такой цвет было очень много поклевок этот разловлен щучка я не помню уже сколько там весу щучка была ну или две даже не помню но разловлен этот этот пока мат тайгер окунем разловлен тоже видно следы от которых уже от крючков тройников где работали но друзья скажу если брать этот воблер и этот воблер в сотом размере аду и в сто двадцатом размере получается что елки-палки как же сделать так чтобы не на колодца этот высотого размера игра живее не знаю но мне так нравится игра вот этого живу в сотом размере ну как живая рыба такие вы крутасы такие выделывает кренки на глисы выходит ну вообще не знаю этого такая спокойная болиткая разважистая игра ну вот это такая шустро шустренькая такая как бы сказал бы мелочь шустрая очень не нравится но если мне нравится я думаю щуки понравится она такая заводящая у него игра понравилось да вот этот разловлен у меня двума шнурками не помню даже не буду там врать ну этот разловлен что друзья вот с одной стороны мы такой небольшой обзорчик сделали здесь по одному по одному воблеру этих мне два сюда входит так чтобы время свободное так очень хорошо не ложатся сюда переходим на другую сторону друзья здесь тоже у меня куча всяких воблеров ну так же закончу я уже этими дуо в сотом размере и весом 14 5 грамм биркинг фирмы вот здесь есть надписи здесь нет надписи еще два два размерчика вот в таком то есть два цвета вот в таком цвете тоже пока не разловлен очень интересный цвет и мне он очень нравится ну пока не разловлен такой какой-то настоящая рыбка блеск такой и цвет такой ну не знаю даже плотвички соли такую переливающийся как неоновый а вот это прозрак идет тоже такой если не знаю не передаст естественно так под таким углом светом такой вроде бы как белый прозрачный ну так посмотреть неоновый такой цвет и переливающийся такую вообще ну нравится в матовом таком ну не знаю как даже короче одним словом прикольный скажу и прозрак видно что здесь у нас шарики есть вот здесь камеры разбитый воблер так может так будет вот там шарик небольшой там шарик не два небольших шарика в двух камерах здесь вот здесь шаричок такой какой-то маленькой камеры и но и два цилиндрика он вижу здесь возле головы цилиндрик и посерединке получает 20 это наверное центр тяжести ну и игра у них вообще шикарно не очень они нравятся очень повторюсь очень и очень может будут моими фаворитами но пока 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 только два из них разловлены этого один в матайгере цвете окуня на другой в мед как называют цвет мед но и двума щучками дальше еду друзья уже не копии но есть еще копии начну я уже джекалов знаменитая известная фирма япония джекал и вот это меня макс квад 115 fk плавающий размер говорят бомбезный бомбезный ну у меня он молчит не знаю чем связан может руки не под него заточены спиннингом как бы все в порядке но наверное еще просто не подобрал проводку но это все дело как говорится в практике где-то я брал его со скидкой уже даже не помню где его покупал где-то на сайтах была скидочка и я вот его заказал пришел пока тоже друзья не разломлен цвет тоже тайма тайгер вот таком прикольном свете здесь у нас знаменитый дайвинг мегалонг как бы сказать глубоководник мегалончик джекаловский но только больше побольше лопатка и поглубже он ныряет вот даже с виду сверху надписи с мегалонг дайвинг джекал вот такой цвет тоже не помню как он потому что все это запомните голова будет деревянная просто если это все запомнить или ну чтоб это все запомнить нужно просто чисто этим всем заниматься вот уже быть профессионалом в облерах и всему остальному в рыбалке заглубление этого воблера до полтора метра скажу честно до полтора метра он идет потому что я рыбачил в на одном праду где два метра глубина не дна даже не касается все гуляет значит можно с уверенностью сказать что он идет полтора метра так же как и заявляет производитель в оригинале оригинал оригинал толку значит надо ударяться дальше у меня вот друзья но сразу закончу уже джекаловскими squid mino в девяностом пятом размере тоже знаменитая здесь и пометки когда-то себе сделал суспендер метр метр два метр пятьдесят заглубление идет вот в таком цвете не помню тоже как он цвет называется но тоже погремушечка и пока не разловлен не разловлен тоже интересная вещичка вот еще один прикольный воблер очек с моей коробки мегабас фирмы тоже какой-то там дайвинг а вот сверху есть надпись life x levating мегабас тринадцать пять грамм даже такая маленькая надпись это я прочитал четырех метров погружения под воду суспендер то уже я прочел свет тоже такой не знаю более прикольненький цветик переливается здесь тоже него новым таким цветом и лопатка большая не ударялся друзья не знаю пока погремушка ух там тоже нормально погремушечка сидит пока тоже не разловлен не было штучек ну и особо я в него не ударялся много таких воблеров есть пока не разловленных так сказать далее едем друзья вот еще у меня воблер ки это уже также биркинг плюс вами но про копия известного воблера мегабаса vision вантен плюс один плюс один лопатка у него длиннее чем отличаются в антенна в этих многих и много есть но это плюс один за счет лопатки он идет поглубже заглубление этого воблера в реальности это где-то до двух с половиной метров это уже я испытывал и в этом я очень убежден вот тоже видно какие следы уже от крючком по изнашивались а и это друзья разловлен не знаю как так знаю он просто у меня еще с весны где-то этот воблер и он уже разловлен просто много на него я рыбачил вот в этом цвете my tiger разловлен кислота пока молчит вот тоже видно в кислоте такой тоже рыбачил тоже потертости от крюков но пока молчит очень уловистый воблер погремушка а ну ё-моё ну шо за крючки погремушечка супер стоит и гремит как сказать размер этого воблера у нас 110 то есть 11 сантиметров и вес 14 грамм как в оригинал мегабас vision 110 плюс 1 едем дальше они у меня даст весны и вот смотрите как ну они влазят пока по две штуки меня в коробку так и их и ввожу очень хорошо вот еще два штучки тоже те же самые мегабасы вот чем плохо возить по коробке по одной ячейки по 2 воблера вот мой любимый цвет как я уже говорил мед как будто мед ну и вот этот повод под окушка здесь я уже написал два с половиной три метра суспендер друзья да значит до трех два с половиной как я с уверенностью говорил а еще больше одну до трех метров доходит глубины вот за счет этой лопатки плюс один также надпись сверху сверху и вот есть и этих два вот воблерка разловлены но ё-моё ну не цепляйся ты так разловлены этот у меня фаворит в этом году вообще не знаю сколько на него было поймано щуку видно даже потертости уже такие ну я не знаю как будет видно насчет зубов ну шероховатости здесь очень очень такие под пальцами чувствуется прямо шероховатое все это тело воблера и сверху не знаю камера может не передать но кто поверит вот видно по кругах по крючках это конечно это не щучьи зубы уже это крюки так отрабатывает вот в этом цвете мед вообще фаворит не скажу что этот не ловил ловил но не так как-то под окушка а этот вообще супер два шара система дальнего заброса также есть катаются там шары и два маленьких шарика стоят вот в этот средней камере это видно и вот здесь возле головы цилиндрик там стоит знаю на камеру может и не будет видно вот такая погремушечка и система дальнего заброса есть фаворит мой в этом году с этих больших так бы сказать размеров это размер 1 110 и самые большие у меня сто тридцатый и до сотки это я считаю что это большие размера ну конечно там уже еще и большие идут далее друзья у меня идут также биркин сказать у меня все что-то китайское да не знаю потому что не заморачиваясь я как-то неохота мне выбрасывать деньги на фирменные там по 20 долларов воблера и даже больше по 20 по 30 25 долларов не знаю пока 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 меня в этом убедить очень тяжело что они лучше работают чем копии не знаю пока меня никто не переубедил в этом ну может со временем и я к этому приду тогда пораздариваю все свои копии и буду заниматься только оригиналом но пока к этому мнению я не пришел вот друзья также две копии от биркинг это дуо дуо реализ крэнк размер 65 сантиметров и вес их 14 грамм вот такие маленькие работают они два метра железно стабильно я скажу и найдут но плюс-минус за на заныривается до двух метров может чуть больше может так на глубине два метра я рыбачил стоял на эхолоте идут по дну отбивают может бы еще и глубже бы и шли ну тоже погремушки но такие не очень я бы сказал и игра очень такая амплитудная идут хорошо и так воде он красивенько идут вот таком цвете мат тайгер и вот такой как фичку не знаю под шоу такой сделанный под блеск такое ну прикольные воблерка но прикольные прикольные ну не разловлены не разловлен пока не тот не другой ну надеемся все еще впереди так заказываешь много придут а вот разловить не успеваешь же следующие из китая приходят далее друзья китайской не знаю даже шо это за копии как его зовут их чем их едят когда-то что-то я заказал там около доллара было оно там с китая это были мои первые первые заказы на воблеров это где-то года три назад наверное уже заказывал с алиэкспрессом чисто пробные варианты ну пришел бросал я его вес тяжелый где-то 20 грамм бросал я его на ямах на реке на реках на течении играет не не скажу что игра есть игра есть но не разловлен или просто я в него не ударялся пока не разловлен если шо не разловиться так кому-то отдастся в подарок еще последний из этой коробки меня большой это джекал джекаловская копия друзья не знаю чего копия без понятия честно не помню погремушка идет два-три метра за углубление идет гремит хорошо рыбу будет собирать говорится хищника но пока тоже не разловлю вот таком цвете покупал его тоже где-то два года может больше назад тоже где-то была какие-то распродажа на воблера джекаловский тоже я там себе приобрел такой более цветик должен быть работать но пока не разловил может кто на троллинг рыбачит может ему подойдет у меня на троллинг мы мало где рыбачим в основном все в заброс проводку твичингом ну пускай в коробке для коллекции лежит вот друзья рассказал я про свои воблерки которые у меня в моей большой коробке еще там есть одна коробка средняя коробка маленькая вот такой наборчик разловленных и не разловленных но это уже запас на весну на лето в дороге еще идут какие-то копии цвета которых у меня еще здесь нету но обзорчики естественно посылочек я также буду делать как и прежде на своем канале выкладывать их видео а всем кому понравился вот такие обзорчик моих воблерков как сказать из большой коробки я так назву лайкайте жмите пальчик вверх подписывайтесь на мой канал с вами был мишаня это я это мишанины говорящие руки всем приятных просмотров и до новых встреч пока